Молодежный форум Мирный продолжает свою работу. Смена кузница героев собрала ребят со всего района. В рамках патриотического проекта «Диалоги с героями» школьники встретились с героем Советского Союза, военным летчиком Георгием Хаустовым. Богатый жизненный опыт и сила духа этого человека – настоящий пример для ребят. Будучи герой Союза, полковник Георгий Хаустов родился в 1939 году в станице Успенской Белоглинского района. В 1967 году с отличием окончил высшее летное училище. За долгую карьеру Георгий Павлович успел побывать во многих уголках мира. Совершал взлеты на современных истребителях Германии и Чехословакии. Воевал в Египте. Был военным советником на Мадагаскаре, где проводил обучение юношей искусству пилотирования. В составе советских войск воевал в Республике Афганистан. Я, как говорят в песне, по свету немало хаживал. Знаю, так сказать, и Африку, и за Африкой, и Среднюю Азию, и пустыню Афганистана. Мне это знакомо. Красивее. Нашей родины, нашей территории, поверьте, нет. И нам есть что, так сказать, беречь и защищать. Это 150%. На встрече ребята поинтересовались у Георгия Хаустова, кто для него настоящий пример для подражания. Александр Васильевич Суворов. Его высказывание, его выражение. В частности, вот своему сыну Аркадию он говорил, чти имена великих людей, руководствуйся ими в походах и действиях своих. Актуально? Актуально. Следующее, суворовское выражение. Ну, тяжело в учении, легко в бою. Следующее. Очень даже каждому из нас, каждому из нас подходит. Бойся изнеженности и лени, ибо они, как ржавчина, разъедают волю и здоровье. Разве это нам не подходит? Продолжилось мероприятие обсуждением темы героизма в современном мире. Участники встречи рассказали, кто на сегодняшний день достоин этого высокого звания. Если взять сегодняшнее время, наверное, я не ошибусь, и вы меня поддержите, что таким героем, наверное, является наш верховный главнокомандующий, президент Российской Федерации. Можно еще много примеров привести, которые сегодня честно служат своей отчизне. Очень много. Молодых ребят. Вы читаете, видите. Поэтому, ну, совершить геройский подвиг, видимо, к этому никто не стремится. К этому никто не стремится. Но при случае, при случае, и окажись человек в какой-то такой ситуации, я уверен, что наши ребята никогда не дрогнут. Завершилась встреча фотографии на память и неизменной песни у костра. Я снова делаю шаг. Я поднимаю свой флаг. Сквозь злые ветры тревог и неверия царства. На дорогах все равны. В том числе самые маленькие. Согласно статистике, большинство аварий с участием детей происходит по вине взрослых. Исправить такую ситуацию может повышение культуры безопасного поведения на дорогах. На Кубани стартовал трехлетний проект по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В территории нашего края и района с 25 июля 2019 года реализуется социальный проект «На дороге все равны». Направлен на привитие культуры среди всех категорий участников дорожного движения. Проект «На дорогах все равны» рассчитан на водителей и пассажиров, приехавших в Краснодарский край из других регионов и несовершеннолетних участников дорожного движения. Дорогие жители и участники дорожного движения, только вместе мы сможем сделать так, чтобы на территории Северского района стало безопаснее. Соблюдайте правила дорожного движения, сохраните свою жизнь. Только вместе мы сможем навести порядок в населенных пунктах и улицах Северского района. Куда их взять? Дети, теперь о грустном. Идите сюда. Мы посчитали наши расходы и доходы. Дело в том, что мы запланировали только одного из вас. Андрей, останься. А вы уходите. Мам, остановись! Не делай этого! Не убивайте свое будущее! Субтитры создавал DimaTorzok о площади лесных пожаров и мерах по их ликвидации. Из-за этого экстренные службы не успевали вовремя среагировать. Масштабные лесные пожары в Сибири начались в июле. Их площадь больше территории Бельгии. Режим ЧС объявлен в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии. Огонь тушат более 10 тысяч сотрудников экстренных служб, а также военные. Задействована наземная и воздушная техника. Мы сбиваем температуру, и наземные службы, десантники пожарные в данном случае, у них появляется возможность отработать непосредственно по кромке. А так, когда температуры высокие, то они просто к кромке физически подойти не могут. За неделю на горящие леса сбросили более 8 миллионов тонн воды. Задачу осложняет гористая местность вокруг Байкала. Это не равнина. Здесь совершенно другая специфика работы. Приходится сбирать воду на Байкале, затем поднимать её, переваливать через хребет. Это в районе полутора, около двух тысяч метров возить воду. Вот такая вот сложность. Ранее в МЧС сообщили, что площадь пожаров сократилась на четверть. По данным Федерального агентства лесного хозяйства, в общей сложности пострадали 2,5 миллиона гектаров леса. В то же время Greenpeace заявляет, что площадь пожаров не уменьшилась, и они охватили территорию в 4,3 миллиона гектаров. При этом в атмосферу попало почти столько же углекислого газа, сколько за год выделяют 36 миллионов автомобилей. Редактор субтитров А.Семкин